Командир отряда Николай Иванович, зам Юрий Александрович, Витя в разведку, Миша здесь в тылу, на базе. На распределение ролей уходят считанные минуты, а вот сценарий будущего фильма дорабатывается уже на месте во время съемок. Из реквизита здесь разве что полевая кухня до рации, большего и не нужно, уверяют режиссеры. Они хоть и любители, но стремятся к полному историческому соответствию, а потому быт партизан, их военный уклад изучались досконально. Форма и даже оружие актеров подлинная, времен Великой Отечественной. Это все с личной коллекции, все самовары, вот это, ну все такое, вот это вот, что вы видите, ленты, автомат, берданка, все с личного музея. Приносили люди, то самое где-то находил, а так в основном приносили. По сценарию фильма партизанский отряд выслеживает и берет в плен фашистского солдата. Таких историй во время оккупации в Староскольских лесах было множество. Согласно исторической справке, с 1942 по 1943 год местным партизанским отрядом было уничтожено 256 солдат и 24 офицера противника. Взорвано 52 километра путей. Он будет называться «Один день 1943 года». О партизанском отряде, вот в 1943 году самый был пик активности партизанского движения. Из более чем трех десятков староскольских партизан в действующем отряде к концу 1943 года осталось лишь шестеро. И не все они встретили победу в 1945. Режиссеры решили посвятить этот фильм всем партизанам, сражавшимся на территории Белгородской области. Его премьера пройдет в июле в Кончинском сельском доме культуры Губкинского округа. И будет приурочена к 75-летию победы в Курской битве. Анастасия Иконникова, Сергей Кириченко. Программа «Такой день» на мире Белогорье. Командир отряда Николай Иванович, зам Юрий Александрович, Витя в разведку, Миша здесь в тылу, на базе. На распределение ролей уходят считанные минуты. А вот сценарий будущего фильма дорабатывается уже на месте, во время съемок. Из реквизита здесь разве что полевая кухня до рации. Большего и не нужно, уверяют режиссеры. Они хоть и любители, но стремятся к полному историческому соответствию. А потому быт партизан, их военный уклад изучались досконально. Форма и даже оружие актеров подлинное. Времен Великой Отечественной. Это все с личной коллекции, с моей, все самовары. Вот это, ну все такое, вот это вот, что вы видите. Ленты, автомат, берданка. Все с личного музея. Приносили люди. То самое где-то находил. А так в основном приносили. По сценарию фильма партизанский отряд выслеживает и берет в плен фашистского солдата. Таких историй во время оккупации в Староскольских лесах было множество. Согласно исторической справке, с 42 по 43 год местным партизанским отрядом было уничтожено 256 солдат и 24 офицера противника. Взорвано 52 километра путей. Он будет называться «Один день 43-го года». О партизанском отряде. Вот в 43-м году самый был пик активности партизанского движения. Из более чем трех десятков староскольских партизан в действующем отряде к концу 43-го года осталось лишь шестеро. И не все они встретили победу в 45-м. Режиссеры решили посвятить этот фильм всем партизанам, сражавшимся на территории Белгородской области. Его премьера пройдет в июле в Кончинском сельском доме культуры Губкинского округа и будет приурочена к 75-летию победы в Курской битве. Анастасия Иконникова, Сергей Кириченко, программа «Такой день» на Мире Белогорье.